Что мешает нам добиваться поставленных целей? Нужно на полную луну нарисовать карту желаний. Мироздание, дело за тобой, вселенная поможет. Ты мечтай, все равно ни хрена не сбудется. Ты сейчас издеваешься. Наш мозг ненавидит перемены, ему вообще они нафиг не нужны. А это же так страшно. И мы прям спать не можем, мы такие заряжены, ты оба. Мы издуваемся потом. Спокойствие, не все так ужасно. У меня округляются глаза. Губу свою закатай. И как же можно их достигать? Херачить. И в этом весь секрет. Здравствуйте, это не Фрейд. Я Андрей Самарцев. Накануне Нового года мы решили обсудить, что мешает нам добиваться поставленных целей. А помогать разбираться в этом сложном вопросе нам будет семейный психолог и социолог Вика Дмитриева. Привет, Вик. Привет. Очень рад тебя видеть. И я. А почему нам говорят мечтать не вредно? Не вредно ли само это утверждение? Нет. Это классное утверждение, что мечтать не вредно, а полезно. Просто часто его говорят в том смысле, что мечтать не вредно. Типа ты мечтай, все равно ни хрена не сбудется. В целом, мечтать не вредно, а полезно, это действительно так. Мечты дают энергию. Наши фантазии о будущем дают нам энергию для настоящего. Это очень полезно, чтобы действительно ставить цели, идти к ним. Поэтому, конечно, мечтайте на здоровье. Но мечтать тоже надо уметь. И ставить перед собой цели тоже надо уметь. Я так понимаю, не все люди этим владеют. Ты знаешь, что я заметила, что ставить цели умеют многие. Но достигать их и приходить к ним, вот это действительно уже искусство. А поставить себе цель, слушайте, каждый год все. С 1 января я бросаю куриц, сажусь на диету, выхожу из тяжелых отношений, ухожу на новую работу. То есть поставить себе цели можно миллион. Другое дело, как ты будешь их достигать. И как же можно их достигать или не достигать? Ну, во-первых, конечно, нужно на полную луну нарисовать карту желаний. После этого выглянуть в окошко, вытащить туда кошелек, помахать им и сказать, что денюжка-денюжка прилетит. Ты сейчас издеваешься. Я рассказываю вариант, который кому-то подойдет и понравится. Они такие, опа! Ну, то есть типа волшебство возможно, но не для всех. Ты знаешь, я считаю, что кому на что легче опираться. Вот если человек не идет на новую работу, потому что у него луна не в той фазе, и он ждет, что сейчас будет полнолуние, я пойду. Вот если ему это помогает, пусть ждет полнолуние. Если кому-то помогает составить карту желаний каждый день упираться в нее носом, и только тогда он начинает что-то делать, пусть составляет. Но в целом, конечно, само по себе это просто не работает. Более того, это снимает с нас часть ответственности, как будто бы наши желания не сбываются, а цели не достигаются, потому что фаза луны была какая-то не та, потому что на карте желаний твоя фотография должна быть по центру, по фэншую, а не сбоку, и еще всякие причины. Многие люди просто, знаешь, сделали эту карту желаний, такие, ну все, я свою часть работы выполнил, повесил на холодильник, теперь уже мироздание, дело за тобой, вселенная поможет. Ну, удачи вам, ребят, спасибо, что действуете так, потому что это освобождает дорогу всем остальным более деятельным людям, которые помимо того, что составляют карту желаний, они еще что-то делают для достижения этих целей. И в этом весь секрет. Ну, может быть, не весь, не весь, потому что есть люди, которые всю жизнь что-то делают, но в итоге к целям своим не приходят. Но так или иначе, конечно, невозможно исключить вот эту прозаическую часть, которая называется простым русским словом «херачить». То есть без этого на самом деле очень сложно добиться каких-то своих целей. Да, возможно, где-то повезет, где-то на голову свалится, но нужно хотя бы лежать в направлении этой цели, нужно хотя бы маленькими шажочками туда продвигаться. А если просто ждать, что вот когда мироздание, значит, пошлет мне красивого мужчину, хорошую фигуру, крепкое здоровье, богатство и все прочее, ну, можно так никогда не дождаться. Только что, мне кажется, мы потеряли часть наших зрителей, потому что они думают, ты сейчас начнешь про 12 виноградин под бой курантов рассказывать. Мне тоже как-то неловко перед людьми, перед Новым годом всю эту магию убирать, но я могу сказать точно, что загадывать желание, ставить цель, мечтать – это действительно полезно. Но более интересный разговор начинается с того момента, когда мы уже загадали, поставили планы и прочее, что мы дальше делаем. И почему, если мы действительно, кто-то правда херачит, но в итоге приходит не туда, почему это не происходит? А почему это происходит? Вот, да, очень многие люди же жалуются, что мы вроде как бы не сидим на попе ровно и двигаемся, но получается результат какой-то не тот, который загадывали. Самая главная причина – это когда цели расходятся с вашими ценностями. Ну, что я имею в виду? Допустим, у какого-то человека самые главные ценности – это семья, безопасность и крепкое здоровье. Вот, допустим, у него три ценности такие. И тут ему предлагают повышение, которое подразумевает, что он будет больше времени проводить на работе. Первое время будет совсем нагружен, потому что нужно разгребать, значит, какие-то ошибки предыдущего начальника. Нужно формировать новую команду, ему придется меньше спать. И это все не очень безопасно, потому что новый коллектив, нужно заново вливаться. Неизвестно, сможешь ты под себя сформировать отдел? Не сможешь. И тут получается, что он вроде и хочет карьерного успеха, но эта цель расходится с его ценностью семьи, когда он должен много времени проводить с семьей, с его ценностью здоровья, если ему придется там круглосуточно работать, не спать какое-то время, и с его ценностью безопасности. А что тогда будет происходить? Что всеми способами, как бы он ни старался, его психика, все его существо будет ограждать его от этого. Он будет говорить, это нам не надо, это ударит и по здоровью, и по семье, и вообще это стресс, перемены. Мы же ровно сидим на месте, ну зачем нам дергаться? Я тебе могу точно сказать, что наш мозг ненавидит перемены, ему вообще они нафиг не нужны. Что-то в этой жизни менять для него опасно. Вот он привык жить, как живет. Он только настроился на эту всю обстановочку, и тут ты ему говоришь, подождите, мы еще дальше хотели идти. И он такой, да блин, мне и так нормально, не надо. И он начинает сопротивляться, вся лимбическая система начинает тревожиться, начинает посылать на всякие эмоции неприятные. И вот тут происходит, что вроде мы идем к тому, что мы хотели, а нам от этого неприятно, дискомфортно, страх перемен. И вот это все мешает нам наслаждаться даже достигнутой цели. А что тогда делать? Менять свои ценности? Нет, на самом деле важно вовремя успокаивать свою лимбическую систему, успокаивать и давать ей понять, что мы в безопасности. То есть важно прямо договариваться с самим собой. Допустим, вы понимаете, что это повышение условно, вам грозит тем, что вы будете не досыпать следующие полгода и будете не высыпаться, мало видеть семью. Значит, вы сразу договариваете и с самим собой, и с семьей, и говорите, так, ребята, ситуация следующая. В ближайшие полгода я буду на новой должности адаптироваться, у меня мало будет дома, поэтому давайте с вами договоримся, что как только я пройду этот этап, мы с вами, не знаю, едем в отпуск, я уделяю вам раз, пусть раз в месяц, но целый выходной, один полностью ваш, для моей семьи. Например, по здоровью, чтобы себя успокоить, что да, какое-то время я буду перерабатывать, но я себе обещаю раз в три месяца сдавать все анализы. Или устроить себе потом полноценный такой овощной отдых, где буду спать, есть и смотреть на море. То есть важно с собой договориться, прямо можно проговорить это со своими близкими, с самим собой, не знаю, со своими коллегами по работе, что да, сейчас такой период, новый период. Новое всегда мы не любим, это нервное, это какие-то перемены, зачем это нам надо, хорошо же жили. И вот просто умение с собой договариваться, оно успокаивает вот эту нашу лимбическую систему, говорит, мы в безопасности, все хорошо, никто не нападет, мы выживем, все будет в порядке. Многие не меняют работу с денежной на любимую, потому что на любимой первое время будет мало денег. А деньги, например, для человека – это ценность, это комфорт определенный, безопасность, опять же. И тут важно договориться, создать финансовую подушку, она успокоит в этот момент. То есть все это можно сделать, если умеете с собой договариваться. А страх успеха, что вообще это за оксюмирон такой? Как можно бояться того, о чем многие люди так сильно мечтают? Ой, ну это стандартная история. На самом деле страх успеха – это очень типично для, особенно, ну скажем, постсоветского пространства, где успешно быть опасно было очень долгое время. Ну смотри, сначала там раскулачивание было, только ты встал на ноги, только ты как-то себя получше почувствовал, у тебя домик, хозяйство там какое-никакое и так далее. Раз, пришли, все, раскулачили, ты все потерял. Потом, допустим, не знаю, сталинские все эти репрессии, когда тоже, значит, интеллигенцию куда-то отправляли, богатым нельзя было показывать, что у тебя есть деньги. Нужно было очень жить как все, жить вот, ну как-то среднячок такой должен был быть. А иначе, что это все хорошо за? Наши люди в улочную на такси не ездят, понимаешь? Это как будто если ты чуть лучше, то ты уже не наш, чужой. Да, потом 90-е, когда за большие деньги тебя могли буквально закопать там под асфальт куда-то, да, и было опасно, были какие-то перестрелки. И наша вот эта историческая память очень хорошо усвоила, что успешным быть опасно, что иметь деньги – это опасно. Ну, подожди, мы же даже говоря об успехе не говорим о мировой славе или миллиардах. Успех внутри себя просто ощущаю ли я удовлетворенность от того, чем я занимаюсь. Вот, это очень хороший момент. Что значит для человека этот успех? Если ты поспрашиваешь у людей, для большинства это деньги. Очень редко кто скажет, ну, успех для меня, например, это создать крепкую семью. Это уже как социолог, я, который провел не один опрос, могу тебе сказать. Большинство говорит, успех, но это деньги. И деньги – это страшно. А большие деньги честным трудом не заработаешь, и можно только наворовать, насосать и все остальное. А я не такой, я порядочный человек, поэтому я буду в жопе всю жизнь, но зато хороший. Ну, что надо сделать? Берешь бумагу, выписываешь установки? Слушай, ну, во-первых, правда, главное правило – это когда мы эту установку в себе ловим. Вот мы прям нашли, например, я часто ловлю людей на слове «жизнь – боль». А они в шутку типа такие говорят «хой, жизнь – боль». И я понимаю, что это-то он сейчас улыбнулся, а если это у него где-то вшито, то он в этой жизни ничего и стараться не будет, и цели достигать не будет, потому что зачем жизнь-то – боль? То есть первое – это в себе это найти. Прямо будет себя отлавливать на этом. Установки хорошо видны еще по словам «должен» или «должна» или «должны». То есть что-то очень жесткое. Вот это обычно наши такие заводские установки. Вот сначала мы их в себе обнаружили. Или исследуем свою историю своей семьи. Я свои установки обнаружила, когда узнала, когда было раскулачивание, когда кого-то расстреляли, кого-то сослали. И тут я поняла, откуда во мне, значит, все эти страхи мои взялись. То есть первое – мы понимаем, я такой. Это половина пути. Вот реально половина пути – это понять и признать, что многое в твоей жизни не случилось не потому, что так не сошлись карты, а потому что ты думал вообще по-другому. Сначала в себе это найти. Дальше подумать, а как бы ты хотел. Вот, допустим, живет женщина с установкой, все мужики-козлы, допустим. И каждый год, 31 декабря, она бросает в бокал, что там, не знаю, 12 виноградинок или сожженную бумажку с запиской «Хочу выйти замуж». И, естественно, это не происходит, потому что, ну, если все козлы, то нафига мне этот замуж. Ее будет психика защищать и говорит, не надо нам туда, там все козлы. И будет ей подбрасывать очередные подтверждения. Соответственно, мы думаем, а как мы хотим. Значит, мы переписываем себе условно, вот прям фразу можно какую-то найти. Не знаю. В мире есть классный, надежный мужчина, допустим. И дальше нужно под нее найти подтверждение. Мало сказать, так, все мужчины хорошие, я теперь в это верю, и я иду искать своего мужа. Важно найти сразу подтверждение. Вот прям в своем окружении. Если в окружении нет, не знаю, там, в истории. Ну, или среди знаменитостей. Среди знаменитостей найти, где действительно есть классный, хороший, надежный мужчина, которые там верные в браке, или какие вы хотите, там, заботливые и прочее, прочее. То есть прям себе рассказать эту историю, что так бывает. Вот один, вот второй, вот третий. Прямо чтобы мозг начал выцеплять этот формат. У друзей поспрашивать, а вы знаете классных, надежных мужчин? Не с целью познакомиться, а просто расскажите мне о них. Какие они, как они живут, какие у них ценности. Вот эту всю доказательную базу подвести. И после этого я делала такое действие. Я выписывала эту фразу на экран своего мобильного телефона. Где-то я ее держала на два месяца там. До тех пор, пока она не становилась частью моего знания. Когда уже она не впечатывалась мне настолько, что я понимала, все, это уже работает. И вы быстро это поймете. Вы быстро это считаете, когда эта фраза становится частью вас. Обычно два месяца на это уходит. Поэтому я предлагаю ставить цели не перед Новым годом, когда заложены самые большие рекламные бюджеты. Вот поверьте мне, никто не даст соврать, все работы на телевидении. Самые большие рекламные контракты в декабре. Там спускаются все деньги, чтобы заставить людей что-то купить себе, на подарки близким и так далее. А где-то ставить цели в начале января на праздниках, когда вы уже отгуляли, когда вы уже немножечко выдохнули, расслабились, уже подарили все, что вам впарили в этой рекламе и так далее. Сели, выключили телевизор хотя бы на сутки, убрали интернет, посидели тихонечко и подумали, а чего я хочу. И вполне может оказаться, что на самом деле для себя просто вы не так много и хотите. Что вы хотите, чтобы вас, не знаю, на три дня оставили в покое, и никто вас не трогал. Что вы хотите сходить с любимым на свидание, вы хотите с детьми съездить на море, и, собственно, все. А все остальное по барабану. И этих целей вы сможете достичь. А если вы будете писать в конце декабря, вот в этом ажиотаже, когда все нужно купить, когда все рекламные вывески работают на вас, то, конечно, там будут такие цели, что там можно всю жизнь на них положить, и никогда не будет достаточно. Потому что только вы купили один телефон, вышел новый, а значит, вы уже лох, хотя у вас телефон за 150 тысяч. Только вы купили одну квартиру в ипотеку, как уже построили новый жилой комплекс бизнес-класса, а если вы купили квартиру в доме бизнес-класса, построили премиум-класса, и вышла новая модель маши, вечно все никогда недостаточно. И, на мой взгляд, вот этот принцип достаточности важный в постановке целей. Исходить не из того, что я такой ущербный, сейчас себе поставлю миллион целей и положу на них жизнь, а исходить из того, что у меня и так все в порядке, я и так классный, в принципе, нормальная жизнь. И что я из этого ощущения достаточности, из этого спокойствия, не предновогодней гонки, а вот уже такого спокойствия, которое бывает как раз на январских праздниках, чуть-чуть все утихло, вот в это время полезно писать цели из ощущения, что все важное уже случилось, я в порядке, чего я хочу в этом году. И тогда выше вероятность, что вы услышите себя, а не всех маркетологов, которые вам орут, что вам нужно. А как тогда найти вот именно свою настоящую цель, истинную? Во-первых, выписать свои ценности. Ценности определяются вопросом, что для вас действительно важно и очень хорошо чувствуются в дефиците. То есть это то, чего вам постоянно не хватает. Условно, человек, у которого ценность времени высокая, ему будет все время не хватать времени. Человек, у которого ценность отношений высокая, он будет говорить, мне не хватает времени на отношения, например, или я хочу больше времени проводить с детьми. То есть почувствовать, что вам не хватает, обычные ценности выражаются вот этой дефицитарностью. Прямо список, ну желательно не больше пяти, а то сейчас начнутся, мне все важно, я все хочу, хочу и деньги, и любовь, и здоровье. На самом деле топ-5 обычно бывает. Выписать, подумать, что ты хочешь в каждой из этих областей. Если для меня ценность карьера, значит, я ставлю себе цель на этот год увеличить, ну я не знаю, время, которое я посвящаю своей работе, там на 20%. Если для меня ценность деньги, то тоже пусть это не будет, я хочу заработать миллион долларов. Для мозга это вообще непонятная история, особенно если пока у вас не миллион, а 100 долларов в кармане. Да пусть это будет что-то вроде, я хочу повысить свой доход на 20%. Для мозга это очень легкая цель. 20% он понимает как, это легко, и он скорее к этому пойдет и придет. Он не пугается, что было 100 долларов, а тут он хочет дом за миллион долларов, и мозг такой, ну не, я в домике, я не буду к этому стремиться, это всю жизнь надо перекроить. Вот, поэтому вот такими маленькими шажками. На каждое поле, которое вам важно, 3-5 целей максимум, не надо их писать слишком много. И этого будет достаточно вашему мозгу, чтобы запустить в работу. Он дальше сделает многое для вас и за вас. Но сначала его нужно не напугать. Поэтому не ставьте, пожалуйста, тех целей, которые вас самих-то пугают. Слона надо есть по кусочкам. И даже если у вас очень масштабная цель, значит, распишите ее по маленьким шагам. Иначе для мозга это все белый шум, он вообще не поймет. Поэтому карты желаний часто не работают. Потому что сидит девушка, которая живет, не знаю, в хрущевке, снимает комнату за 9 тысяч рублей у какой-то бабушки, а сосед у нее алкоголик. И вдруг она в этой хрущевке вешает карту желаний, где дом за 3 миллиона долларов в Лос-Анджелесе, там Бентли последняя модель, какие-то бриллианты. Ее мозг такой смотрит, ну картинка красивая. Но к нам не относятся никак вообще, просто никак. Поэтому, на мой взгляд, важно, чтобы вы сами верили в то, что вы желаете. А не то, что она сидит и такая себе Бентли нарисовала и думает, ем она, а мне на метро завтра. Слушай, нет, ну она-то может и верить, и фантазировать о том, как она эти бриллианты будет носить, и в этом Бентли кататься. Фантазировать и верить – это разные вещи. Я могу фантазировать о чем угодно, но жить со своим мужем, понимаешь? И поэтому можно фантазировать о Бентли, но утром смотреть, есть у тебя 30 рублей на метро или нет. У нас есть письмо от зрительницы. Здравствуйте, меня зовут Ангелина, мне 35 лет, есть дети, муж. Карьеру какую-то, чтобы меня удовлетворило, не сделала. Человек творческий, чувствую, что теряю интерес к жизни. Нужны цели. Какие могут быть цели в 35 лет? Вырастить детей? Как, если настроение на нуле? Возможно, у меня запоздал и кризис 30 лет. В личной жизни с мужем не лады. Чувствую себя представителем серой массы, каждый день одно и то же. Вроде и хорошо все, чисто, сытно, тепло, но ужас, как на душе. Ощущение чего-то не сделанного. Что со всем этим делать? Как найти цель и идти к ней? Слушай, ну вообще это письмо похоже на какую-то стадию депрессии или выгорания. Когда ничего не радует, хотя все хорошо. Когда уже ничего не хочется. На самом деле, один из признаков, многих признаков депрессии, может быть, как раз вот это ощущение «ничего не хочу». Хотя все нормально и объективные причины какие-то, да, ну вроде муж есть, да, как она пишет и так далее. Но ничего не хочется больше. Ну не лады, вот говорят. Апатия там и так далее. Вот, поэтому, во-первых, я бы тут смотрела поглубже и вообще понимала, как ты сама. Невозможно чего-то хотеть, если у тебя выгорание, если ты устала, если у тебя, ну, плохие отношения с мужем. То есть, чтобы что-то захотеть, нам должно быть безопасно. Мы об этом уже говорили, да. Да, и поэтому, если у тебя вокруг все подрывает твою безопасность, с мужем проблемы, с детьми проблемы, ты сама как-то себя плохо чувствуешь, ты не захочешь ничего. Потому что все силы твоей психики будут обслуживать твое нынешнее состояние. Чтобы ты просто не померла где-нибудь на полпути, им эти цели вообще до свидания, ничего не надо. То есть, цели ставятся из ощущения такого покоя. Да, вот как часто говорят, развитие идет из точки покоя. Часто нам говорят, точнее наоборот, что нужно из зоны комфорта выйти, чтобы развитие пошло. Я против этой теории. Я считаю, что большинство людей, которых мы с тобой знаем, еще не дошли до своей зоны комфорта, понимаешь? А им уже говорят, выйди из зоны комфорта. Он к ней идет всю жизнь, только в него пришел, а ему говорят, все, выходи, пора идти дальше. Не, нифига, я считаю, что нужно найти свою зону комфорта, чтобы было в кайф, чтобы было нормально. И тут цели посыпятся сами собой, и желания, и какие-то амбиции, какая-то мотивация появится, когда вам будет спокойно. Когда вы будете понимать, с мужем окей, с детьми разберемся, а чего я хочу-то на самом деле. А нормально ли это вообще не иметь цели в жизни? Понимаешь, мы живем в такое время победителей успешного успеха и достигаторов, что все должны ставить какие-то цели, к ним идти круглосуточно, успешный успех, бросай дело, куда-то беги. Я так не считаю. Я считаю, что есть люди, которым это дает топливо в жизни. Ты ставишь тебе цели, это дает тебе мотивацию, у тебя есть какие-то амбиции, ты к ним идешь. Но есть люди, которым окей, у них уровень притязаний такой, что им достаточно. Но не высокий. Не очень высокий, и не всем надо. Ты же понимаешь, что уровень притязаний у человека, который метит на Нобелевскую премию, и у человека, у которого главная цель – это закрыть ипотеку, это разный уровень притязаний к этой жизни. Поэтому вдруг сказать человеку, который на Нобелевскую фигачит в научной лаборатории, и сказать так, отбрасывай все свои эти эксперименты, давай-ка с ипотекой разберемся. Или наоборот, тому, кто с ипотекой, сказать, что ты такой ерундой занимаешься, вон люди Нобелевскую получают в твоем возрасте. У них просто разный уровень притязаний, им разное надо. Поэтому то, что для кого-то это нормально, я допускаю. Желательно таким людям держаться вместе. Потому что если в паре будет один, кто постоянно хочет развития, целей, ставит себе задачи, мечтает, а второй такой, «А мне и на даче нормально в Подмосковье, зачем мне твоя эфелева башня?» Им будет сложно. Можно ли заставить другого захотеть того же, чего хочешь ты? Иногда. Но знаешь, когда это происходит? Когда ты с такими горящими глазами рассказываешь о своих желаниях, что люди волей-неволей такие «Да, и что там? Ну расскажи». Вот у меня есть такой знакомый. Хотят так же, да, чтобы у них загорелось. У меня есть знакомый, он фанат рыбалки. И он, когда рассказывает про рыбалку, я вообще, мне рыбалки вообще по барабану. Это я вообще ни рыбак, ни разу. Но он, когда рассказывает, вот с такими глазами сразу, «Возьми меня с собой в Астрахань, поехали, будем не спать, не есть с четырех утра на лодках, куда-то там». Потому что он так об этом увлеченно рассказывает. То есть можно на этот огонек подцепиться. Но действительно ли я буду счастлива, когда в Астрахани в четыре утра меня разбудят и сказать, пошли рыбу ловить, есть вопросики. Сложный вопрос для многих людей. У них спрашивают, чего ты хочешь, ты конкретно. Вот ты приходишь мне рассказывать, с мужем не так, а ты чего хочешь? У человека такой ступор, потому что с детства ему говорили, а хочешь – перехочешь, а много хочешь – мало получишь и нечего. Губу свою закатай, и человека так хотелку отбили где-то еще в детстве, что во взрослом возрасте он в смысле «хочу». Да ничего не хочу, чтобы дети были счастливы. Вот как нам написала Ангелина, что детей вырастить. Что это за желание детей вырастить? Это как? Понимаешь, она сама не понимает, и поэтому ей это не дает энергию. А если она каждый день начнет понимать в мелочах, что она хочет, вероятность того, что у нее свалится большое желание чего-то, оно выше. Но ведь, слушай, есть же, понимаешь, можно прислушиваться к своим желаниям, но ведь есть же еще «надо». Да. А где искать баланс между «хочу» и «надо»? 80% «хочу», 20% «надо». Идеальная схема. Спокойствие, не все так ужасно. У меня округляются глаза. Идеальная схема, правда, можно считать себя, ну не знаю, там, счастливым человеком, вот на 100%, если у вас всего 20% «надо» в жизни. И 80% «хочу». Это легко, кстати, посчитать. Можете в течение дня просто повыписывать, что вы сегодня делали, прям, не знаю, 10 дел. И из них отметить, что было из-за того, что вы искренне этого хотели, а что потому что просто «надо» было. Я думаю, что у большинства будет, знаешь, 90% «надо» и 10% в лучшем случае «хочу». Да. Хочу сдохнуть в конце дня, да, вот это вот будет «хочу». Что вы хотите? Я хочу сдохнуть. Оставьте меня все в покобе, что я целый день делаю то, что надо. В таком случае, а такой действительно это будет самый частый случай, нужно потихонечку менять эти пропорции. Допустим, у вас сейчас 90% «надо» и 10 «хочу». Вы пишете план на следующий день, допустим, из 10 дел. И смотрите, чтобы у них уже не одно было «хочу», а два. Так недельку пожили потихонечку, да. Потом, ну вот быть, не надо резко, резко мозг не примет. Мозг, если вы на завтра напишите список, где все «хочу», он такой, ну нет, это слишком хорошая жизнь, мы к этому не готовы, поэтому давай-ка ты делай то, что надо, и будь что будет. Но в итоге, в идеале, если вы будете вот так смещать плавно пропорции, то вы даже сами не заметите, как это случится в вашей жизни, когда вы действительно будете по большей части делать то, что вы хотите. Плюс ваш мозг начнет искать, а кому бы делегировать то, что «я не хочу, но надо». В какой-то момент... А это же так страшно, кому-то делегировать. Это же контроль свой отпустить, это же свои ручонки отовсюду убрать. Довериться другому человеку, а вдруг обманет. Конечно, и вообще никому доверять нельзя, кроме себя, ты же знаешь, нам с детства говорили. То есть, конечно, это следующий уровень проработки – доверять людям, которым ты будешь делегировать что-то, что надо делать, а ты не хочешь. И это путь, он может занять пару лет, но в итоге незаметно для самого себя вы увидите, что это абсолютно точно работает. Более того, наша мотивация не работает, если мы постоянно делаем только то, что надо. Задавайте себе вопрос, кто может это сделать, кроме меня. И тогда у вас откроется больше возможностей на то, что вы по-настоящему хотите. Уже вижу возражения, где нам говорят, ну это же на все нужны деньги. Конечно, но у вас просто не будет денег, если вы не начнете делегировать. Просто вы не сможете их заработать. А как правильно формулировать свои цели? Вот говорят, что нужно избегать частицы «не», формулировать в настоящем времени, это что-то из НЛП, типа делать вид, что цель уже осуществилась, и вот как-то прочувствовать себя в этом моменте. Вот что ты скажешь? Я вообще предлагаю людям не заморачиваться на тему, как формулировать свои желания. Потому что когда они начинают очень много думать, они уже такие, так это не нельзя, в прошедшем времени, в будущем глагол, запятаясь сюда, ну все, я ни хрена, уже не хочу, я хочу, отстаньте от меня с этой орфографией, русским языком и частицами. Вообще не знаю, что очиститься, что нет, короче, отстаньте. Поэтому, на мой взгляд, важно ставить цели так, как вам, как бы это сейчас ни прозвучало, вот это модное слово откликается. То есть если вам нравится писать «я хочу стать миллионером», ну пишите так, если вам нравится писать в совершенном моменте, ну как будто бы «я стал миллионером», если вы в это верите, да, и не смеете, ладно, напишу себе. Если у вас не вызывает таких эмоций, пишите так. То есть это не имеет большого значения. Я не думаю, что проводились какие-то масштабные исследования, в которых тысячи человек писали сне, а другие бездне. И те, кто бездне, все достигли своих целей, а кто не писал, те, конечно, остались в жопе. Как начать уже что-то делать для того, чтобы достигать своих целей? Ведь очень часто нам мешает перфекционизм, синдром отличника. Вообще даже взяться за это дело, потому что кажется, ах, если я не смогу это сделать идеально, то лучше я и не буду. Да, это главная заповедь перфекциониста-прокрастинатора. Прокрастинатора лучше идеально, но никогда, чем не идеально, но сегодня. Как побороть себе это? Слушай, ну, во-первых, действительно важно понимать и отличать, что такое прокрастинация, что такое лень. Прокрастинация просто для многих это слово такое, знаешь, неприятное, как кастрация, они, может, не понимают, о чем мы сейчас говорим. Это вечное откладывание на потом. Это не когда вы просто ленитесь, лежите на диване, а когда у вас всегда возникает что-то поважнее, чем написать свой сериал или написать книгу, или там написать резюме, не важно. У нас была программа, я там как раз рассказывал, что если мне что-то нужно сделать, чего я боюсь делать, то я такой, о, надо полы помыть. Да, о, а я сразу вещи начинаю раскладывать, чтобы они идеально все красиво лежали. И мне кажется, что это самое главное, полгода недел, выбрасывать какие-то вещи, начиная. В общем, всегда есть чем заняться, понимаешь? Было бы более важное дело, всегда есть чем заняться. Первое, самое главное, это правило одной минуты. Я буду заниматься этим делом, но всего одну минуту. Вот как ты думаешь, человек, который каждый день бегал по одной минуте, он здоровее, чем человек, который не бегал вообще никогда в своей жизни? Ну, думаю, что, конечно. Да. Второе, это избавиться от перфекционизма. Не ставьте себе задачу написать идеальную книгу, сделать идеальный сериал, получить, не знаю, Нобелевскую премию мира за создание нового проекта. Поставьте себе задачу просто сделать какую-то такую работу, за которую не стыдно. Ну, чтобы если ваше имя будет в титрах, вы такие, ну, ладно, не позорно. Все, вот есть такой термин «достаточно хорошая мать». Вот это можно ко всему применить. Достаточно хорошая работа. Возможно, это не шедевр мирового искусства, но в целом пойдет. То есть снисти уровень ожидания к самому себе. Это, кстати, очень многим помогает. Следующее, это поставить себе на заставку телефона фразу «лучше хорошо, но сегодня, чем идеально, но никогда». Многим помогает и многих отрезвляет. И еще некоторым людям помогает запартнериться с кем-то. Есть такие люди, которые лучше всего работают в связке, командные игроки. И вот он один, например, в спортзал ходить не будет. Но как только он знает, что его друг в 9 утра за ним заедет на машине, он сразу собрался и встал. Если вы знаете это про себя, запартнеритесь, найдите вот то, что называется «бадди» своего какого-то такого напарника, с которым вы будете вместе. Неважно, ходить в спортзал, писать сериал, ну, какие-то совершать действия, которые долго откладываете. Это действительно помогает. Мы все социальные животные, и нам, кооперируясь с кем-то, достичь своих целей проще. Условно, хочешь выплатить огромный долг по ипотеке, находишь человека, у которого ситуация еще хуже, и начинаешь с ним придумывать, как ему помочь. Мозг не чувствует ответственности, не чувствует этого нервяка перемен, типа, ой, блин, а мне ответственность. У него приходят какие-то идеи интересные, как можно здесь помочь, как можно там, и через него к тебе приходит решение твоих задач. Таким, типа, хитрым обходным путем ты начинаешь соображать, как тебе достичь своих целей легче и быстрее. А как быть с экологичностью целей своих? Есть такой момент, что цели созидания дают нам больше энергии, чем цели потребления. Цели потребления – это что такое? Хочу новый телефон, хочу машину, хочу квартиру. То есть я потребляю себе. И очень часто именно цели потребления не дают нам счастья, не дают мотивации. Вот мы шли-шли-шли к этой квартире своей, вот мы в ней живем, но что-то мы как-то несчастливы от этого. Очень мимолетное вот это пресыщение очень быстро происходит, и мы уже хотим другую квартиру, другую машину, другой дом. В общем, нам всегда мало. А цели созидания – это когда я что-то создаю сам. Что это, я имею в виду? Это может быть создать детский праздник, не знаю, в садике, куда ходят твои дети. Создать, можно, сюрприз мужу, сшить кому-то наряд. Ну, созидание буквально, что мы делаем своими руками. Не просто потребляем, а создаем. И вот доказано, что цели созидания дают нам намного более длительное ощущение счастья. И больше энергии у нас на них есть. Но это мы все знаем, это когда к нам в голову пришла какая-то офигенная идея, ну или нам кажется, что она офигенная. И мы прям спать не можем, мы такие заряженные. Так, сейчас я вот это сделаю, вот это, вот это цель созидания. Очень редко столько энергии нам психика выдает просто на потребление. Поэтому, конечно, если вы хотите реально не только достигать целей, но еще и чувствовать удовольствие от их достижения, то это цели созидания, а не потребления. Я думаю, что это прекрасный финал для нашего сегодняшнего выпуска. Согласна. И я уверена, что если вы составляете список целей, то пусть у вас хотя бы на 10 целей потребления будет одна цель созидания. И вот она вас будет тянуть весь год. Отлично. Спасибо огромное за то, что пришла. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом. И тебя. Спасибо. Вы смотрели это Нефрейд, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы и подписывайтесь на наш канал, в том числе на наш канал в Телеграме. Ну и делитесь этим видео в своих социальных сетях. Счастливо.